Я приветствую вас на нашем канале 10 лучших островов для отдыха. Видео снято в формате 360 градусов и позволяет вам кликнуть мышкой на экран и поворачивать экран налево-направо, вверх-вниз, куда хотите, на что хотите обратить внимание. Вы сейчас видите, как мы с аэропорта Мале отправляемся на остров Маафуши. К сожалению, COVID-19 внес изменения в перемещение туристов по островам. Ну, во-первых, чтобы переехать с острова на остров, туристу надо пройти определенную процедуру. Это мы в видео уже выложили в YouTube. А во-вторых, почему-то туристам запрещено передвигаться с города Мале на общественных паромах до островов. Ну, по крайней мере, до остальных я не знаю, но до Маафуши однозначно только на спидботе. Мы сначала подумали, что это нас разводит на деньги отель, но на обратном пути с Маафуши до Мале мы специально утром встали пораньше, подошли к этому парому, поговорили с ребятами, они сказали, нет, ребята, туристы, только на спидботе. Кстати, спидбот с аэропорта идет до Мале. Мале делает остановку, а потом уже идет до Маафуши. То же самое с Маафуши. Сначала он идет в аэропорт, а после аэропорта в город Мале. На Мальдивы мы прилетели 26 декабря. Первым нашим островом был Маафуши. После Маафуши мы отправились на остров Тодду, где встретили Новый год. После Тодду через Уколос Розду посмотрели и побывали на острове Фериду. После Фериду остров Матевелли и последним нашим островом был остров Фулхаду, где 16 января мы улетели домой. Выбор на эти острова выпал потому, что интернет говорил, что они обладают домашним рифом с живыми кораллами. А это, к сожалению, на Мальдивах проблема в связи с этим потеплением. Практически около 70% островов на них коралл умер. Вторая причина выбора этих островов, кроме острова Маафуши, это то, что интернет говорил, что там самый лучший пляж. Но, к сожалению, не все так радужно оказалось. Самый лучший пляж был на острове Тодду, и самый худший пляж оказался на острове Фулхаду. Когда-то, когда локальные острова открывали, местные что-то там старались сделать, какие-то условия для туристов, а потом бросили и сказали, да и так будут ездить, тратить свои денежки. Он весь поселок и пляж зарылись в мусоре. И туристам предлагают прятаться от солнышка в кустах, где куча комаров и мусора. Остров Маафуши мы выбирали в первую очередь, потому что он самый близкий от Мали, а мы прилетели после обеда, и все паромы отправлялись до обеда. И, во-вторых, там самый большой выбор отелей, самый большой выбор конторок, которые занимаются туровами по резортам. И у них самые лучшие цены и самый большой выбор. Мы, конечно, этим же и воспользовались. Выбрали резорт с функцией «Все включено», отдохнули там и пополнили наши спиртные запасы, потому что в аэропорту, к сожалению, у нас все конфисковали. Вы сейчас видите, как мы подходим к острову Маафуши. В этом видео я также покажу отель, в котором мы остановились. Обошелся он нам в 50 долларов вместе с завтраком и ужином. В принципе, отель неплохой по пивидибальной системе, но я бы ему поставил четверочку. Продолжение следует... Доброту... ... ... ... Хочу еще раз напомнить, что видео в формате 360 градусов и позволяет вам кликнуть мышкой на экран и поворачивать экран налево-направо, вверх-вниз, куда хотите, на что хотите обратить внимание. Вот нас встретили и мы идем в наш отель. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Продолжение следует... Вот за тем каминным выступом, что вы видите впереди, находится пляж Бикини Бич. Это единственное место, где можно туристам купаться на острове Маафуши. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...